здравствуйте представляю вам дальнейшую разработку темы скорпида если вы помните многие может помнят что скорпида была ножного заряжания эксклюзивно то сейчас мы сделали ручного заряжания но тем не менее мы сохранили те требования карбалетом которые были заложены в нужную скорпида то есть малый размер большая мощность теперь размер по моему мнению которому пришел максимальный размер для моих арбалетов размер 400 сантиметров ствол резина максимально большая которая растягивается на 300 350 процентов чтобы не перегружать можно больше растянуть но я делаю так чтобы она растягивалась на 350 процентов без напруга особого заряжается этот арбалет очень легко и безопасно в первую очередь это безопасный арбалет то есть во время заряжания руки не касаются резины вообще если на обычном арбалете надо вытаскивать руки из-под резины когда натянул то в данном случае этого не происходит и за наброс опять же таки гарпона зацепа на горпун происходит буквально двумя пальчиками показываю все мы гарпун зацепили на зацеп теперь заряжание происходит следующим образом ну я сниму сейчас зацеп и мы начинаем натягивать резину усилием на конце рычага буквально 57 килограмм а в итоге когда мы натягиваем на полную мощность здесь создается усилие 70 килограмм то есть это оружие может зарядить любая женщина и в принципе любой подросток потому что пять килограмм осилить нажатием на рычаг по моему осилить безопасность здесь установлен пассивный линии сброс пока на других моделях он активный а но не с той стороны ладно ну активный короче получается вылетает гарпун тогда освобождается линии сброса идет сброс линия это пассивный на магните пеленгасовский линии сброс и установлен более легкий гарпун чем на предыдущих ружьях диаметр гарпуна 7 миллиметров для чего это сделано резина 19 с половиной миллиметров для восьмого гарпуна для восьмерки который весит 260 грамм немного тяжеловато было бы толще резина можно было бы ставить сюда и восьмерку в принципе я могу сказать однозначно что что этот арбалет при вот таких размерах 400 миллиметров ствола практически не имеет ограничений по усилию зарядки если поставить более мощную резину и путем подбора рычага можно закачивать сюда не 70 а 150 килограмм то есть физически по физике это очень реально но к сожалению нет материалов на которых можно это сделать вот я вам представил в принципе это сороковка у нас есть еще более короткая тридцатка то есть еще короче резина короче но те же 350 процентов она растягивается и те же 70 килограмм она выдает на при выстреле и чем короче резина на арбалете тем резче получается выстрел то есть ему для того чтобы резине сократиться надо пройти минимальное расстояние или на метро надо пройти 50 сантиметров для разгона чтобы разогнать гарпун с той же силой или пройти 10 сантиметров разница есть наверно нам еще одна новизна у нас есть это так сказать называется модель скорпида 40 400 на 300 то есть размер ствола у нас от начала до конца 400 миллиметров а рабочее 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 ствол 300 миллиметров для чего это сделано как вы видите на конце у нас сделаны поплавки при общем весе кило двести этого арбалета без гарпуна за счет этих поплавков он плавает если эти арбалеты тяжелые но они в воде естественно весят от 300 400 грамм это в принципе тоже не очень большой вес для мужчины то этот вообще плавает поэтому заряжается тот точно так же просто зарядит любая женщина любой подросток зарядили снарядили в общем это все что я хотел вам рассказать про новинку которую мы выдумали на эту выставку всего хорошего до свидания молодого Продолжение следует...